Всем привет! Вы очень часто меня спрашиваете, а как же детское образование в Таиланде? Сегодня мы с вами прогуляемся по международной школе в Таиланде, в городе Хуахин, где учатся Март и Мирон с двух лет. Это международная английская школа, сайди программы международной, которую могут посещать детки, начиная с двух лет. Ну что, давайте прогуляемся вместе по школе, посмотрим атмосферу, посмотрим условия, в которых учатся ученики. Кстати, обучается здесь более чем 30 национальностей со всего мира. Сегодня учителя устроили просто всем младшим группам, классам настоящий квест на тему, как помочь окружающим нашим студентам. Вы посмотрите, какой крутой квест устроили учителям младших классов нашим детям. Посмотрите, как они их учат осознанность и заботе об окружающем мире через вот такую классную игру. Смотрите, здесь миссия собрать, очистить море и пляж от мусора. Так, смотрите, вот здесь, что происходит здесь. Смотрите, вот старшая девочка из старших классов рассказывает малышам, что они должны очистить воду от пластика. Вы посмотрите, ну очень крутая система наставничества, когда не соперничают большие с маленькими, а наоборот им помогают и учат их. Так, а теперь Марк вот здесь, учительница миссара. Марк ее очень любит, благодаря ей мы научились читать по-английски в этом году. Вот, очень-очень любим ее тоже. Ты сейчас можешь на английском дать интервью нам, что-то нам мисс Джули давала. Я тебе спрошу, what do you like most of all in your school? И ты расскажешь нам, подумай, что ты любишь. Марк will tell in English what he like about school, ok? Мы прогуливались по школе и встретили одну из наших самых-самых любимых учительниц. Это учитель Марка и Мирона, тоже она учит. Это мисс Люси. Мисс Люси, where you came from? I come from England. For three years. Здесь располагается библиотека. Детки, начиная с двух лет, могут приходить сюда, брать книжки на дом. Обучение чтению начинается, по-моему, с трех лет в нашей школе. Вот, Марк уже, в принципе, бегло может читать и по-русски, и по-английски. Это спортивная площадка, спортивная площадка, бассейн. Тренируют деток тоже, начиная с двух лет. Занятия проходят раз в неделю, можно взять дополнительные задания. Раз в неделю занятия проходят у всех, группы, у всех классов. Это здание школьной столовой. Я, как ученик еще советской школы, застала советские времена. Честно, когда первый раз увидела разнообразное меню, разнообразные фрукты, овощи и полезные блюда, я была немножко в шоке. Все площадки детские здесь оборудованы мягким покрытием внизу, если солнце отражается, покрытие. Моя name is Julie Wei, I'm the head teacher of Huyahin International School. I'm very proud to be the head teacher, too. This school is a very special school in many, many ways. We sit within the beautiful environment of Black Mountain, just outside Huyahin. And there's lots to be proud of here. Наши студенты, в первую очередь, Этоз в школе позволяет нам быть очень индивидуальные, думающие, и замечательные коммуникаторы. Программа академически хорошая, сильная, и это поддержка от инспекторов, которые выходят из Ингландии. И также, как наши студенты обеспечивают друг друга в нашей школе. Мы очень рады о этом. Эти ученики, которые я работаю с, и привлечь к работе с, они работают из Ингландии, и они очень хорошо квалифицированы, и они всегда дают эти специальные комитеты для школы, для детей, для студентов. Наши студенты сейчас, как школы, мы имеем студенты от 2-летнего года до 16-летнего года. Наши 16-летни, которые готовят для их IGCSE в следующем году. И потом, они продолжат идти, чтобы получить дипломы Бакалурии интернадцати. И потом, они получат дипломы после этого. Так что, наш школа в развитии, и она продолжает увеличивать, и в количестве студентов, и в количестве учеников, и в количестве студентов, и в количестве студентов. Телинцевать студентов, в brauchen – это как развитие. Фиска когда хочет, перед вами Джазб伝. Это как развитие честного Philippines! Субтитры создавал DimaTorzok